Бурлинский район показывает свой потенциал достижениями в различных сферах. В нем возводят жилье, проводят капремонт соцобъектов, благоустраивают дворы, а молодежь становится призерами в различных конкурсах и олимпиадах. В преддверии Нового года Аким района Мержан Сатканов встретился с представителями сфер образования, культуры и спорта. Они обсудили планы на будущее. Отдельные работники были отмечены юбилейными медалями 85 лет Бурлинскому району за вклад в развитие родного края. В сфере образования Бурлинского района на сегодня функционирует 26 школ, в которых работают 1132 педагога и обучаются порядка 10 тысяч школьников. В данное время проводится капитальный ремонт средних школ номер 3 и 4, который завершится в феврале. 2778 компьютеров были приобретены в этом году для школ района. Об этом сказал на встрече с педагогами Аким району Мержан Сатканов. Юбилейными медалями были отмечены 11 работников образования. Еще один педагог получил благодарственное письмо от имени Акима области Галии Скалиева. Сегодня для меня и для моих коллег особенный, знаменательный день. Нам вручили медали, посвященные 85-летию Бурлинского района. Я начала свой путь с 1984 года, уже 35 лет, как работаю в системе дошкольного образования, 35 лет в одном детском саду. Сферу культуры представляет 50 учреждений. Это дома культуры, библиотеки и дом дружбы. 10 творческих коллективов имеют звание «Народный». В рамках авторского проекта «Урпактар Сабактастыг» в районе открыты 22 клуба бабушек. Открыт Театр «Заман» в селе Бурлин и студия «Термише Бурля Сазе» имени Катимулу Бердегалиева в райцентре. Действует коммунити-центр. 100 человек прошли обучение на бесплатных курсах государственного языка. На сегодня в районе нет собственного оркестра народных инструментов и Дворца культуры. Нуждаются в капремонте дома культуры в Кентубеке и Казалтале. Требует обновления материально-техническая база. Мне известно об этих проблемах. Решить в одночасье их невозможно. Все моменты нам нужно согласовать с населением. Внимание требует парки культуры в районном центре. Всего два парка и нет особых условий для полноценного отдыха. Парк ветеранов не в лучшем состоянии. Неопределён на баланс бульвар Наурос. В следующем году планируем парк за счёт участия спонсоров возле ФОКа. Также в планах строительства культурно-спортивного комплекса в Казалтале. В районе уделяется большое внимание популяризации спорта и вовлечению населения в занятия массовым спортом. Спортивная инфраструктура представлена 133 объектами. Для всех желающих в будние дни распахнуты двери спортивных залов 21 школы района. Функционируют уличные площадки. Созданы условия для зимнего досуга. Району не хватает отдельного спортзала для людей с ограниченными возможностями. Нужны секции для детей-инвалидов. На встрече спортсмены подняли вопрос поддержки молодых специалистов. Работа по решению этих и других вопросов в районе будет продолжена.